Всем привет! Меня зовут Оксана Пикмулова и это четвертый урок подтягиваний. И мы начнем сразу с ответов на вопросы. Первый вопрос от Дмитрия Батурина. Как лучше размяться перед подтягиванием? Второй комментарий у нас от Олега У. Научи делать выходы с двух рук. Олег, строгие подтягивания и их качество. Это этап на пути к выходам на две руки. Также у нас будут отдельные уроки по выходам на турнике. Третий комментарий Дереник Никагосян пишет. После трех уроков у меня появились мозоли. Этого можно избежать. Дереник Никагосян. К сожалению, мозоли избежать нельзя. Но срыв мозоли избежать можно. Есть несколько способов, которыми пользуюсь я. Это кожаные тейпы с двумя дырочками для пальцев. То есть они закрепляются, защищают практически всю часть рабочую ладони. И снизу можно закрепить пластырем, желательно 5 сантиметров в ширину на тканевой основе. Либо, если не много повторных подтягиваний, можно сделать это обычным бинтом кистевым. И он будет также хорошо держать. Также можно сделать тейп из пластырей. Могу сделать отдельный урок по тому, как их делать. Итак, наконец-то четвертый урок. Четвертый урок начинаем с двух подтягиваний. Также оставляем полторы минуты отдыха. Снова два подтягивания, полторы минуты отдыха. И снова два подтягивания, полторы минуты отдыха. И все, завершаем двумя строгими подтягиваниями. На этом у нас все. С вами была Оксана Пикмолова. Подписывайтесь, оставляйте комментарии под видео. Всем пока!